Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами примерка новой одежды. Я подумала, что раз мы с вами находимся в преддверии черной пятницы, дай-ка я закажу что-то на каждый день, что-то с мыслью о новом сезоне, о приближающейся зиме, также кое-что на празднике. Есть абсолютные жемчужины из категории обуви, одежды и также один маленький, но удаленький аксессуар. Поехали! Мы с вами будем рассматривать абсолютно разные вещи от разных брендов и обувь, как видите, я тут уже подготовилась. Всю свою посылку в этот раз я заказывала на Ансвер, это мультибрендовый онлайн-магазин одежды, обуви и аксессуаров. Они представлены не только в Польше, но и в Украине и в других странах. Всю подробную информацию и ссылки на вещи, также размеры я, как всегда, укажу в инфобоксе. У них сейчас проходят грандиозные скидки до 70% на разные марки и они будут продолжаться до 30 ноября. Если вы хотели как-то освежить, обновить свой гардероб или вам чего-то не хватает, то обязательно заглядывайте к ним. Я скажу вам честно, что я еле сдержалась, чтобы не носить все эти вещи до съемки видео, чтобы показать вам все в таком чистом, первозданном виде. Ботинки, которые у меня сейчас в руках от бренда Aldo или Aldo в Польше произносят Aldo. Я долго искала именно свою пару вот такой обуви в светлом цвете. Сейчас она модная, актуальная, но для меня это база. Они оказались настолько аккуратными, настолько удобными и, аллилуйя, кто-то додумался сделать замок в таких ботинках. Почему все игнорируют этот момент, я не понимаю, искренне не понимаю, так как каждый раз расшнуровать, зашнуровать, это же столько времени занимает. И также очень многие ботинки слишком тяжелые, вот такого плана. И слишком громоздкие какие-то на ноге, то подошва непонятных размеров, то еще что-то. Эти прям, вот знаете, и стильненько, и аккуратненько на ноге. Поэтому я мега довольна. Они представлены также в черном цвете и в коричневом. И они не слишком высокие. Иногда такие ботинки тоже на мне смотрятся странно. У меня невысокий рост, поэтому тоже вот такие моментики, знаете. И то, о чем я должна вас предупредить, они слегка маломерят. То есть, на 37,5 я взяла 38 и как раз отлично. Буду носить с приогромным удовольствием. У меня случилось легкое помешательство на трикотаже и также на всех оттенках зеленого цвета. Я подумала, что каждый день я хожу в таких полуспортивных вещах, в чем-то оверсайз. И у меня недостаточно платьев в гардеробе. Когда я увидела его онлайн, я сразу влюбилась в этот цвет. Такой теплый, оливковый, который очень красиво сочетается и с молочным, и с карамельным. И у меня есть старые карамельные сапоги. Я добавила золотистые аксессуары. Это платье так заиграло. Его можно надевать и куда-то на праздник, не слишком официальный. И на каждый день, и с плоским ходом, и с каблучком. И я вот все это сложила, и мне показалось, что это один из лучших образов на сегодня. Это платье и скрывает недостатки, и как-то вытягивает силуэт. И когда уже станет тепло, я смогу носить его со всеми лодочками, с любыми балетками. Очень-очень удачная покупка. И это такой более плотный трикотаж. Он не просвечивается. Можно заменить пояс, и тогда получится еще более элегантно. И мне нравится, как оно сидит по фигуре. И рукавчик здесь такой интересный. В общем, не платье, а сплошная любовь. Следующее платье, кого-то влюбит в себя, а кто-то скажет, как такое вообще можно носить. Это модный фасон, но дело даже не в этом. Это такой вариант, когда тебе вообще не хочется думать, как сочетать верх с низом. Но быстро нужно что-то надеять, чтобы тебе было комфортно, чтобы тебе было тепло. Здесь в составе есть шерсть. Это реально теплое платье. И у нас выдалась очень теплая осень. И мне в такой синтетической дубленке в этом платье было недавно очень жарко. Я сняла куртку и ходила просто в нем и в ботинках. Можно надеть еще что-то под низ, и тогда вам будет настолько тепло, что даже суровая зима вам не будет страшна. Это платье от бренда, я даже без понятия, мне просто понравился фасон. Ноизи Мэй у меня размер S. Я недавно показывала его в инстаграме, и многие спрашивали, откуда оно. Теперь вы знаете. Если это платье уже распродано, то я найду на Ансвере или похожие варианты, или что-то из того, на что стоит обратить внимание. Я знаю, что вы часто ориентируетесь на мой выбор. Спасибо большое, мне это очень-очень приятно. Здесь длинный рукав. Я обычно все подворачиваю, и по мне заметно. Это не совсем такой чистый графитовый оттенок, здесь вплетен такой светлый ворс, и мне это как раз очень нравится. Я люблю сочетать это платье с какой-то яркой помадой или с каким-то другим цветным акцентом из моего наряда, и тогда получается конфетка. Недавно я перебирала свой гардероб и поняла, что у меня нет того самого идеального маленького черного платья. Впереди праздники, Рождество, Новый год, день рождения моего мужа, день рождения свекрови, мой день рождения. И даже если мы все это празднуем дома, я все равно люблю нарядиться, и мы не ведем какой-то светский образ жизни, но я уверена, что это платье будет мне служить годами. Это бренд Silvian Hitch, оно у меня в размере XS, оно выполнено из фантастического качественного материала, такого тяжеленького, в хорошем смысле этого слова. То есть оно не подчеркивает какие-то там несовершенства фигуры. Оно скроено таким образом, что мои покатые плечи становятся более остренькими. Я иногда люблю надевать короткие платья и показывать ноги. И несмотря на то, что здесь такой V-образный вырез, как бы под запах, удивительным образом ничего не вываливается, мне ничего не нужно надевать под низ. Это со мной случилось впервые. Зачастую нужно как-то закалывать, что-то прятать, думать, какое белье наденешь под низ или топ поддевать. Здесь вообще нет таких вопросов. Я в восторге. Платье, конечно, мягко говоря, не бюджетное, но оно стоит каждой копейки. Это ощущается, это видно. И, например, низ платья выполнен из двойной ткани, то есть не будет выделяться белье. Это то платье, которое надеваешь и чувствуешь себя по-другому. И на эти праздники я буду именно в нем. Также у меня в руках вы можете видеть маленькую черную сумочку. Конечно, когда празднуешь дома, то этот аксессуар тебе особо не пригождается. Но очень удачная модель, она от бренда Answear. То есть они производят и свою линию одежды и аксессуаров, и также у них есть бренд Medicine. И я сейчас вот стою и поняла, что рубашка у меня тоже из Answear. Ей несколько лет, но она от марки Levi's. Я заказывала ее, до сих пор ношу с огромным удовольствием. Она выглядит очень даже хорошо, несмотря на миллион стирок, которые она прошла. В общем, сумочка на одной ручке, но еще прилагается длинная. То есть можете ее повесить на плечо. И вот у меня довольно большой телефон, он сюда без проблем помещается. И я даже запаковала сюда ради интереса камеру и пудреницу, и все влезло. Поэтому, если вы ищете какой-то аксессуар на корпоратив, или вам просто хочется носить вот такую небольшую сумочку на каждый день, например, на большой ручке даже так повесить, мне кажется, что выглядит очень стильно. Это довольно популярная модель. Мне нравится то, что это не гладкая кожа. Это кожзам на самом деле, но сделано под крокодила. Как вы знаете, я обожаю всевозможные худи, какие-то трикотажные, спортивные костюмы. И у меня нет ни одного такого платья подлиннее. Я увидела это и решила померить. Я пока что не решила, какой из них я оставлю. Вот это от бренда Tommy Hilfiger. Я специально взяла его в размере S, чтобы оно было подлиннее. Несмотря на то, что я невысокая, оно не такое уж, что и длинное. Но если вы девочка повыше, то классно будет смотреться, например, с леггинсами, с какими-то объемными ботинками, как армейские, или любыми другими теплыми сапогами. И да, это очень качественное изделие. У него есть легкий начес, но не синтетический, а хлопковый. Это стопроцентный хлопок. Я люблю вещи Tommy Hilfiger, и когда они есть еще по более приятной цене, это вообще находка для шпиона. Я связалась с Answer и спросила, что мы можем сделать вместе. И у вас от меня лично, я ничего с этого не имею, но для вас-то хороший бонус дополнительных минус 10% каждой покупки. Даже если на нее уже есть какая-то скидка. Я всю подробную информацию оставлю в инфобоксе. Пользуйтесь, мне кажется, что 10% это вишенка на торте во время распродаж. А мы продолжаем. Просматривала я целую категорию спортивной обуви на Answer, она там необъятная. Меня не хватило на все страницы, каждый найдет что-то там по своему запросу. И там представлены все именитые бренды, которые производят именно спортивную обувь, спортивную одежду. Но я остановилась на бренде Peppa Jeans, который, между прочим, любит мой муж. Это его любимая марка. Это кожаные кроссовки. Не совсем вот чисто классика, но очень близко. Мне хотелось чего-то не слишком яркого, не однотонного, и что подходило под разные варианты одежды. Они очень удобные, мне нравится сочетание цветов. Если надоест вот эта пестрая шнуровка, можно поменять на обычную белую. И я вот, знаете, часто покупаю какие-то не совсем сезонные вещи, а когда есть какое-то выгодное предложение, я беру, например, что-то на следующий сезон. Поэтому весной вы однозначно будете часто меня в них видеть. Это очень-очень удачная пара обуви. И забыла сказать о самом главном. Они не слишком спортивные, поэтому здорово будут смотреться как в образах casual, даже с юбками, с какими-то платьями, не обязательно с джинсами и спортивными костюмами. Что я, собственно говоря, пыталась продемонстрировать в своем варианте наряда с новым цветерком от Mango. Это актуальная коллекция, размер S. Я бы даже взяла чуть больше. Мне очень нравится расцветка. Не слишком рыжий, оттенок бежа. И не слишком темный такой, коричневый. Как раз хорошо будет смотреться со многими другими. С синим, с бежевым, с черным, с каким угодно, в принципе. Поэтому заказала его. Здесь такой широкий рукав, необычный. Но я всегда все подкатываю. У меня вся верхняя одежда оверсайз, поэтому у меня без проблем все помещается. И очень-очень приятная пряжа. Супер-супер мягкая. И это не такой, знаете, хрустящий акрил, как я люблю говорить. Конечно, он не будет греть, но я не всегда и надеваю что-то шерстяное. Иногда вот нечто такое. Особенно, когда становится чуточку теплее, то потом уже шерстяные вещи уходят в отставку. Так что это такой свитер на все сезоны, по сути. Присмотрела я себе пуховичок в цвете хаки. Вы меня в прошлом году пристыдили, что у меня уже вообще не актуальный пуховик, Оля, и как он выглядит. Поэтому я нахожусь в поиске. Это тот бренд Levi's. Он в размере XS. Но, чтобы вы понимали, он очень объемный. И у меня невысокий рост. Опять же, он очень теплый. Пока мы снимали примерку, я чуть в нем не сварилась. Наверное, когда станет совсем холодно, в нем будет хорошо. Напишите, как вам такие модели пуховиков, что носите вы. И вообще, пожалуйста, отзовитесь, как вам наряды, как вам вещи из этого видео. Мне всегда интересно почитать ваше мнение. Еще один такой момент по поводу этого пуховичка. По бокам в нем разрезы. Они не застегиваются на замок, а лишь на кнопку. И карманы спрятаны как бы в них. И кармашки, так как я люблю, супер мягкие. И когда руки замерзают, засовываешь, тебе сразу так тепло и комфортно. Взяла еще одно худи. Совершенно другое и по расцветке, и по фасону. Это бренд, который как-то давно я видела у польских блогеров. Называется он Femmy Stories. У меня это худи в размере S. И это, опять же, можно носить в качестве платья или надевать с лосинами. Очень классная расцветка. Универсальный синий цвет. И по всему платью расположены такие мелкие голубые звезды. Между прочим, здесь капюшон выполнен из двойной ткани. Ткань очень приятная. Это хлопок. И здесь совершенно другой начес. Тепленький. Я люблю под такие худи надевать еще какую-нибудь футболку, чтобы было еще теплее. Такая многослойность. Все это помогает удерживать тепло. И решила немножечко разнообразить свою домашнюю спортивную одежду. То вот нужно определиться, какое из этих платьев я оставлю себе. Дальше праздник к нам приходит. Супер нарядное изумрудное платье от собственного бренда Answer. Называется Answer Lab. Я не знаю, почему я решила заказать себе M. Может, я где-то ошиблась во время оформления заказа. Но мне явно нужен размер поменьше. Я думаю, что S сидела бы более выигрышно. Поэтому я чуть-чуть вам покажу, чтобы вы имели представление. Также я планирую возвращать это платье. И поэтому я его не сильно отпаривала, дабы не испортить ничего. Там, знаете, не прижечь. Интересное платье. Мне нравится то, что здесь спереди есть разрез. Будет видно ножку при движении. Если вы планируете какое-то большое торжество, если вы будете праздновать где-то Новый год в ресторане, или же вам предстоит... Ну, в смысле, не вам, а вы идете в качестве гостя на свадьбу. Даже в следующем году сейчас будут скидки. Обратите на него внимание. Очень интересная модель с какими-то нарядными сережками, с нарядной обувью. Будет выглядеть, как будто вы прямо с красной дорожки. И благородный зеленый цвет. Если помните, в прошлом шоппинг-блоге мы с вами рассматривали такие ковбойские сапоги, которые мне не подошли по длине голенища. Поэтому я отправилась на ансор поискать что-то другое. Где-то месяц тому назад я искала белые кеды, потому что мои из массива развалились. Мне вернули за них деньги. И моя мама прислала мне ссылку на кеды от Vagabond. Такие кеда-кроссовки. Я покупала их, и моя мама тоже их приобрела. Мы очень довольны. Вообще, обувь марки Vagabond, она очень-очень качественная. Если вы ищете хорошие ботинки, не обязательно такие супра-классические, челси или какие-то сапоги, что угодно. У них есть много универсальной базы и чего-то с такими модными элементами, это очень хороший производитель обуви. Они знают в этом толк. И я увидела вот такие... Не хочу называть их просто ботинками, потому что они супер стильные, они очень интересные, они выглядят супер круто. Только посмотрите, это даже сейчас заметно, что они прям огонь. Здесь интересный скошенный каблук. Свекровь приходила, и она сразу так... Так, вот это черное платье, это супер. У меня было разложено несколько вещей. Кроссовки супер. И вот эти ботинки. Говорит, отправь мне ссылку. Между прочим, есть еще и модель покороче, если вы хотите именно ботинки-ботинки. Они есть вот точно такие же, только голенища чуть ниже. Я все думала, те или эти. Но я хотела носить их именно с платьицами, с какими-то леггинсами, и подумала, что будут выглядеть лучше. И также носочек. Он и удлиненный, и такой как бы, видите, срезанный. Смотрятся настолько здорово. И несмотря на то, что у меня нога не очень широкая именно в этом месте, мне кажется, что как раз хорошо. И тоже с какими-нибудь черными джинсами скини. Да, я тоже планирую их носить, потому что есть некоторые элементы верха, которые, ну, не смотрятся с мам джинсами, с какими-то более широкими. Поэтому все же скини джинсы остаются в моем гардеробе, скажу я вам. Ботинки очень классные. И у меня 37 размер. Я все думала взять побольше, или 37 оставить. Вот мой половинчатый размер, это вообще боль и страдания. Но вроде как я походила дома, и все же остановлюсь на них. Это восторг. Они очень красивые, как и в жизни. И вообще носится обувь вагобонда очень хорошо. Поэтому, если вы ищете, то вы знаете, на какую марку обратить внимание. И последнее, о чем мы с вами поговорим, это платье, которое было на мне в примерке. Пожалуйста, не судите строго. Я как-то по-другому у себя представляла этот наряд на себе, но получилось то, что получилось. И, возможно, нужно было выбрать светлую обувь, светлые колготки и светлый головной убор. Было бы лучше. Я только сейчас до этого додумалась, но я за эксперименты, я за то, чтобы иногда выходить из собственной зоны комфорта и пробовать что-то новое. Я заказала это платье из коллекции Answer Lab. Оно было по небольшой скидке, очень легкое. Мне нравится расцветка. Меня потянуло тоже на сиреневый. И здесь есть мелкий такой карамельный цветочек. Я думаю, что если добавить какой-то карамельный кардиган и какую-то светлую обувь, смотрелось бы лучше. Я пыталась немножко сломать вот эту супер женственность, супер легкость, какую-то романтичность платья, но само по себе оно прикольное, чуть не великовато. Издалека это не особо заметно, но в талии оно широковато, несмотря на то, что здесь резинка. Мне хотелось бы, чтобы оно было чуть покороче. Здесь прикольный рукав в виде фонарика и платье в каких-то весенне-летних нарядах. Смотрелось бы просто изумительно. С любыми лодочками, с любыми шлепанцами, какими-то балетками и даже со спортивной обувью. И, наверное, это платье просто по фасону мне не особо подходит. Но я меряю разные вещи, как видите. На этом мы с вами будем прощаться. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень приятно. Ну, а теперь пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok